И ну и здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и на этот раз, ребятушки, одна. Так уж вышло, что очень, как я думаю, вы уже заметили, очень долго идет прохождение данной игры, и чем дальше влез, тем толще партизан, и проще говоря, чем дальше, тем меньше возможности у нас вместе с Ирой записывать, и, к сожалению, все пришло к тому, что пришлось все-таки отказаться от этой идеи, очень жалко, но, по крайней мере, мы с вами более-менее быстро, я надеюсь, я постараюсь, закончим эту игру, а Ира уже сможет эту игру пройти для себя тогда, когда у нее будет возможность, потому что, повторюсь, к сожалению, совместно проходить эту игру оказалось значительно сложнее, чем тут же Dungeon Siege 3, которую мы с ней давно проходили, кстати, до конца DLC не прошли, но ладно. В общем, как-то так, я, честно говоря, прошуровав местный инвентарь, была в шоке, но, да, пахучие все эти вонючки, не знаю, зачем они, но пускай будут. В общем, чуть-чуть подкорректировала, единственное, что нужно будет очень быстро сейчас бежать на рынок, но, прежде чем это все делать, естественно, мы с вами хотя бы просто выберемся отсюда. Здесь есть места, где можно откопать что-то, но, когда пытаешься это сделать, все это благополучно взрывается. Да-да, вот я об этом. Ну и, собственно, здесь имеется, вроде как, призрак должен быть. Вот он. Выступили под сень священных гробниц, воздайте почести. Я, честно говоря, без понятия, что тут воздавать почести, какие, как. Если кто-то из вас, ребят, знает, напишите мне, честно говоря, очень лениво что-то здесь пытаться ткнуть, потому что начинаешь копать в какой-то той или иной последовательности, она все равно взрывается. Да, какие там почести воздавать, я, честно говоря, без понятия. Не знаю, если почитать. Здесь лежит кардинал Монтрек, верный слуга Астарты. Покой в источнике. Благословение той, что нас благословляет. Здесь лежит кардинал Джулиан. Не знаю, может быть, как-то знаю. Здесь видите, верный слуга, здесь кардинал Могилы Нечистых. Эти, ну, то есть вообще все плохо. И вот, как бы, хрен его пойми, понимаешь? Да, ты тоже из непорочных? Что? Не, нет, что-то. Я служу великой богине Астарте. Я была епископом источника при жизни и остаюсь им после смерти. То есть ты служишь источнику. А ты знаешь, что я из ордена Искателя Источника, который искореняет эту заразу? Не стоило бы отрезать тебе уши и завязать узлом твой ядовитый язык. Искатель Источника, говоришь? Чем же занимается твой орден? Проследует убивать тех, кто исцелил Источник? А Источник как бы осквернен. Его сил напал на хаос и тьму. Это просто невозможно. Это абсурд. Наша великая Астарта несет только свет, закон и здоровье. Не знаю, с каких старинных краев тебя принесло. Зачем ты говоришь эти лживые слова в доме богини? Ну, лучше бы тебе пойти со своим святодатством куда-нибудь еще. Чуть за храмом. Дом богини, разумеется. Место, где ей поклоняются. Сюда она вернется, когда закончит свои великие труды. Да, когда она вернется к своим любимым и любящим почитателям, мы встретим ее именно в этом храме. Ясно, понятно. Та-да! И вот как бы хрен просышивает. Что он хочет? То есть, воздай почте. Здесь слуга, здесь кардинал, здесь вообще какие-то уроды. Не знаю, каким образом можно воздать здесь какие-либо почты, если честно. Даже, честно говоря, на ум ничего не приходит. Потому что по факту, ну, как бы, да. Единственное, вот чувак здесь стоит. Да, он тут появляется. Молодец какой. Но, как бы, мне это не сильно помогает. Наверное, я никак не могу забраться. Или могу? Вроде бы нет. Поэтому пока что я отсюда уйду, если вдруг чуя как... А, вот это что такое? А, ну да. Если че, как вдруг. Может быть, я сюда вернусь и что-нибудь доделаю. Но, честно говоря... В этой игре, на самом деле, столько секретиков, столько... Так, а тут что-то новенькое. Я что-то уже боюсь тут копать, если честно. Вот прям побаиваюсь. Ну, давай попробуем, ладно. Мадора. Столько здесь секретиков, что как-то... Ужас берет. Че это? Волшебная отмычка. М-м-м. Ну, слушайте, сто лет уже таких этих штучек не попадалось. Ну, ладно. Кинем, например, мне. Почему бы и нет? Окей, слушай, как удачно. Как удачно я зашла. В любом случае, мы здесь вроде как закончили. Очень жалко, конечно, что шахты подорвали к чертям собачьим. Ну, ладно. Уж как вышло. Блин, где-то притвор. Че это притвор? Господи, я уже не помню. Дорога в дорогу. Поспешим в дорогу. Полетим же в притвор. Быстрее, быстрее в дорогу. Так, притвор это... Ага, понятно. Я, кстати, еще использовала кровавик один. И, судя по всему, у меня открылся еще один портал. Может быть, имеет смысл, что... А, держит охренеть, не работает. Точно. Так, вот я очень зря, наверное, ломанулась в притвор, потому что теперь я отсюда, скорее всего, не выйду. Где-то тут, теоретически, должно быть еще одно зеркало, из которого... С помощью которого я смогу свалить. Вот оно. Точно. Блин. Вот черт меня дернуло. Сюда отправиться. Так, ну, слушай, поближе его тут нет. А здесь что, подожди? Чувствую, мы отсюда еще не уходим. Допустим. А теперь, боже, за что? Здесь ничего не смыкано, нет? Вроде нет. Чего за место такое? Куда я иду? Здесь так громко, слушайте. И громко, и страшно. Ладно, допустим. Тихо. Сундук. Что-то мне подсказывает, что я могу сдохнуть. Подойди к нему. Он сгорел. И я сгорела. Какая прятость. А что это я? Да ладно, у меня еще два персонажа живы, что мне рассказывается. Ладно, не зря сохранилась. А что это такое-то было? Подожди, там же, там же нет лавы. Меня, по-моему, сплющило. Меня очень сплющило. Чего за проблемы такие начались? Мы только начали, ну. Туда куда-нибудь, не знаю. Тоже отходи. Здесь же меня не должно убить, правда? Все, Жора, стой. Беги, я не знаю. Я уж боюсь. Так, все, отдайте мне. Ох уж, чертов, рандом. Кужая маска. Так, я уже забыла, как это все делается. Так, давайте посмотрим. Что это такое? У меня такого никогда не было. Да что ты рассказываешь мне? Что-нибудь, да? Маска-лазучка. Блин, там был лук какой-то. Но я не думаю, конечно, что он был лучше, чем то, что у меня. Ну ладно. Допустим, это будет Мадоры. Не знаю, поставить или нет. Лидерство, знак только доспехов. Еще не восприимчивость к слепоте. Мне кажется, не стоит. Да и вообще. Как-то оно. Ладно, это я пока тогда кину сюда. Потом продадим. Все равно сейчас на рынок идти. Так, хорошо. У Мадоры стоит, кстати, дворочное оружие. Жорья я переставила, в общем-то, меч и планета. Почему? У меня их два, кстати. Я что-то упустила. Я явно что-то забыла. Поэтому вот как-то вот так. Измученную душу потратила на меч и планет, чтобы его улучшить. Мне кажется, это была ошибка. Ну ладно уж. Как было. Точнее, уж как получилось. Так, еще раз сохранимся. В избежание казусов. И топим. Вот очень быстро топим. Я надеюсь, мы здесь не сгорим. Ну, здесь чуть-чуть, конечно, подгорим. Но это не важно. Просто бегите. Братва, бегите. Я не знаю, куда эта дорога идет. И куда она меня приведет. Здесь вроде ничего не подсвечивается. Просто бежим. Я хочу уже куда-нибудь выйти. Я, конечно, понимаю, что здесь найти шанс зеркала будет очень, наверное, мал. Ну, куда-то же эта дорога должна привезти, правильно? А, нет, нормально. Так, хорошо. Мы вроде не горим. Мы вроде даже живы. Ну как? Ну, вы поняли, что я имею в виду. Так, а тут ничего нет? Давайте-то кидаться в меня. Я жить хочу. Ну, даже если здесь что-то есть, я, честно говоря, не хочу проверять ничего. Золотые глубины. Солнце в небе. Все, на поверхность. Все, не важно. Все, не важно. Я хочу выйти из этих шахт. Я их уже, честно говоря, очень сильно возненавидеть успела. Зато задание с этими рыцарями смерти, или как они назывались. Как всем прочим, здесь жарко и громко, и фу. О, священные поверхности. Пролестно. Вот, а где я? Ну, замечательно. Так, давайте тогда сейчас отправимся в конец времена, или как там эта фига там называется. Да. И теоретически у нас должен был открыться портал. Я очень надеюсь, мне вроде как писали в комментариях то, что следующим порталом должен быть портал к месту, где я смогу сбросить навыки. Я очень надеюсь, что именно на него я сейчас и наткнусь. Ах, дорогие повелители Звездного Камня, предыдущие свои глубочайшие звень... В смысле? Извини за то, что мы... Во что мы превратились... Во что превратился обитель? Теперь у нас этот зоопарк. Нет, хуже того. Импариум. Так и есть. Как только ужил очередной портал, из него посыпались эти мелкие красные паразиты. Семь богов или 77. Но во вселенной есть только одна вещь, которую я не выношу, и это импы. Ну, они же вроде твои росты. Кем посмотри на них? Есть некоторые противоречия, да. Так, значит, мы наткнулись на мир импов? Не, давай вот это вот. Знаю, знаю. Но смотрите сами, они шумные, придурковатые, непредсказуемые. А самое главное, история их совершенно ничему не учит. Ладно, расскажи об этой банде зигзаксов. Банде зиг... Нет, что вы, я не из этих. Я не имею ничего общего с этими изгоями, с этими рабами демонов и собственной неадекватности. Если вас так интересует их история, спросите у них самих. У меня нет ни малейшего желания обсуждать злоключение моих словоумных сородичей. Как думаешь, я смогу долететь до самой пустоты? Думаешь, смогу. Нет, все, что мне нужно, это приятная музыка, крепкий табачок, который был... Старое благородное вино, а главное, чтобы никаких импов. Хорошо. А какой из порталов, простите, открылся? Вот этот, да? Ага. В зал тьмы. Ой, смотри это. Сделать шаг вперед не хочешь? Тебе ждут в немедовые чудеса. Где? О-о-о, боже мой. Ладненько, давайте. В зал тьмы. Боже мой. Позитивно. Ну, в принципе, чего можно было ожидать, да? В зал тьмы... Так, ладно. Много... Много... Я чувствую, что это зловещее. Да. Прям мороз по коже. Демоны. Демоны. О, кстати, да, я шапку сняла. Ну, как сняла, чтобы она не отображалась, сделала, чтобы... Не знаю, моя прекрасная шевелюра была видна. Ой. Ой-ё-моё. Послушайте, вы не разочаруетесь. Я знал, что вы сюда доберетесь. Вы открывали все новые и новые комнаты в этом странном месте, вырванном из времени. Нет, вы не разочаруетесь. Все гораздо хуже. Вас ждут невообразимые муки. А подожди, чувак, я не вылеченная, если что. Вы заслужили нашу вечную благодарность. Вам признательна сама пустота. Так зачем с нами драться? Зачем вставать на пути забвения? Успокойтесь, хранители, успокойтесь. Вы исполнили свой долг давным-давно. Не мешайте тому, что должно случиться. Мой долг. Интересно, что нам его ведут? За что же мы женам благодарны? Те, кто хотел устроить конец времени. Да уж, может быть, мы разрушили этот мир. Груда костей. Хвост, ну ладно, если что. Не то, чтобы мне... Ммм, ну это тоже интереснее. Пить, да? Блин, пипец, ты кто? Баларак какое-то число. Не то, а вот это. Ай, черт, точно. Постоянно забываю. В смысле? А, опять? Нифига ж себе за требования какие у вас. Ну ладно. Нет, подожди, подожди, убери оружие. Это вдруг он сагрессирует. Давай сперва в эту сторону, может, здесь тоже что-то валяется. Но не похоже, если честно. Так, а мужчина? Да, не ожидал увидеть здесь подобных вам упавшие звезды, забытые ангелы с небес. Сколько же времени прошло с тех пор? Век? В тысячелетие? Ну я смотрю, очень изменились. Да? В ваших глазах остались лишь слабые отблески божественного света. Возможно, я смогу вам помочь. В конце концов, таким как вы, полагается быть несколько сильнее и умнее. Ведь мы рассчитываем на вас. Ты кто еще? Если едва ли вас заинтересует моя биография, гораздо интереснее то, что я вижу вас. Ведь вы хотите выжить, верно? И вы достаточно разумны, чтобы пойти ради этого на небольшую сделку. Всегда приятно иметь дело с разумными существами. Что ты можешь предложить? Переделку вас самих, конечно же. Слава тебе, господи. Я разберу вас на мельчайшие детали и соберу из них гараж до лучшие. Очки способны. Изменить свои таланты. Вот, очень хочу, да. Это ведь очень сложная работа. Только подумайте, очистить каждый орган, каждую клеточку от всей этой информации. Не такое дело потребовать серьезной платы. Ладно, я готов заплатить тысячу. Достойное желание, но вы пока недостаточно богаты. А, у Жоры же все деньги. Ладно, я ухожу. Подожди, все, 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 сейчас все будет. Здесь он сбросит всем это добро или нет. Так, что ты можешь предложить? Способности, характеристики, пожалуйста. Да, 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 давай. Ах, столь гармоничного квартета мне еще не доводилось слышать. Продолжайте же, продолжайте. Смерность снаряжения приводит к снижению следующих характеристов. Характеристики, опытные стрелы, гемантик, лодовство, реализации. Вы забыли следующие навыки. Залп. Заражение восторг первым. Так. Окей. То есть вообще забыла? Подожди, ну мне же должны открыть этот, по идее. Нет? Или нет? А, во как это делается, да? То есть я все это забываю. И мне, как бы, навыки, я так понимаю, не восстановят. Ну так-то, как-то странно это все делается, если честно. Ну ладно. Разберемся. Нужно немножечко пошуровать, на самом деле. И по залу героев, и по всему остальному. Ладно, ладно. Так, путешествие искать и листочник. Че обновилось? Похоже, конец времени населяет весьма необычная публика. В конце открытый с помощью очередного камня. В комнате, вернее. Мы встретили демона по имени Молох, который предложил несколько очень выгодных сделок. Впрочем, добрый демон, это не так страшно, как толпа беглых импов, заполонивших обитель. Гоблинская проблема. Шахта уничтожена. Я доволел Лоренса, радуюсь этому. Это да. Мы нашли сеть магических зеркал и спасли сетра цели смерти. Как бы теперь выбраться отсюда? Ну, мы это уже сделали, в принципе. Так, нужно доложиться, короче, Лоренцу. Господи. Вспомнить бы, куда телепортироваться, если честно. Да-да-да, поговорить там. Давайте хотя бы для начала доложимся Лоренцу, послушаем, что он скажет. Вряд ли что-то хорошее, но ладно. Не в ту сторону, я, по-моему, бегу. Так, а где же он был-то? Он где-то на втором этаже, по-моему, торчал. У какого-то дома. А, эти ребятки. Алфи. Алфи повеселил. Он явно рад вас видеть. Как поживаешь? Энергично лает. Вы делаете вывод, что у него все замечательно. Скажи мне о своих хозяевах. Закатывает глаза, вы не знаете, что это должно значить. Хорошо. Слушай, подожди, а что ты продаешь? Ты продаешь что-нибудь? Секреты свитков. Надо ли мне... Продай мне золото, да? Все, до свидания. Так. Вот второй этаж. По-моему, этот чувак был здесь. Сейчас нам голову откусит, скорее всего. Ну, ладно. Ой, тяжело все-таки в такие игры возвращаться после хрен знает какого перерыва. Особенно, когда, знаете, ты сперва управлял только двумя персонажами. У меня всегда был кто-то, кто что-то помнил, что-то знал. И о чем ты мог не заботиться. А потом, когда весь груз ответственности взваливается только на тебя, это тяжеловато. Ну, ладно. Давай обсудим проблему в шахтах. Что? Твой гениальный план заключался в том, чтобы взорвать всю шахту? Ой, почему я сам до этого не додумался? Твоя глупость погубила всех и каждого из нас. Подлая, коварная, мерзкая тварь. Что я скажу людям? Нет, что им скажешь ты? Проваливай. Ну да, ну мы случайно. Ну так получилось. Надя обвиняет тебя в том, что ради прибыли ты нарочно рискал жизнью шахтеров. Что за чушь? Что может она знать о Сильвер Глене, если сама не из здешних краев? Мой повелитель лучше сделает так, как я. Не слушайте безумное обвинение. А, то есть я уже повелитель, да? Несколько вопросов. Ну, мы помним, что... Ты помнишь шахтера по имени Бен? А, да, Бен. Конечно, один из наших благородных шахтеров. Ваша светлость невысокий. Так, кажется, он где-то поблизости, да? А то, что он помер, это как бы неважно, да? До свидания. Так, что там? Все, да? Ага, хорошо. Минус один слотик. Так, ты залагала. Надя, вот. Даву шахтера Бена, который умер из этой небримой гнили. Она подозревает, что Лоренс из гильдии шахтеров знал об опасности, но все равно заставлял своих работников добывать руду. В любом случае, нам нужно пройти, по-моему, вот это вот. Мы должны пройти по дороге к западу от Сильверглена. Это, я чувствую, будет наполнено болью путешествия. По этому, скорее всего, чтобы было хорошо. Я сейчас пойду распродавать, потому что, честно говоря, здесь у меня целая сумка барахла. Не это. Вот эта вот сумка. Вот это вот все, то, что лежало у Иры. Я не знаю, что она у нее лежала. Но я это все сейчас пойду благополучно продавать. Я очень надеюсь, что у торговца хватит денег. У меня есть сомнения на этот счет, но ладно. В любом случае, когда распродам, немножко разгружусь и, может быть, пойму, как там работает с навыками момент. Я к вам уже с чистой совестью вернусь. Так, я тут мимо пробегаю. Думаю, может быть, эта женщина мне что-нибудь скажет. Тем более, что здесь ей кара, кстати, появилась. Что происходит? Что за слово? Хороший вопрос. Начнем сначала. Скажи, как вы с сестрой. А, и кара же точно. Я не помню, честно говоря, говорили мы с ней, с Ирой, когда она стояла тут. Обновилась тут что-то или нет? Так, что дальше? Начни свои поиски с рудников, где она собирает людей, материалы. Та-та-та. Хорошо. Как проникнуть на рудники? Девчонка имеет свое преимущество, хотя наша сессия слаба. Та-та-та. Что-то это было. Гляндер собирает материалы. Это ноябре, это я помню. Хорошо, понятно. Что-нибудь новенькое? Похоже, болтовня импов слегка нервирует ткачиху. Мне хотелось бы поговорить о комнатах. Я святой нить и вижу истории. Бла-бла. В одной из комнат была странная женщина. Кто она? Во, кстати. Кажется, в этих залах бродит какая-то демоническая тварь. Это было или нет? Она меня узнала. Вы что, сами знаете, она здесь? Сейчас? Он сейчас считает... Почему сейчас, господи? Считает себя всезнайкой, но на деле подстрекатель. Он источник всех бед. Родной отец смерти и пустоты. Мне не ведом страх, но перед ним я содрогаюсь. Огромный зал, это, по-моему, зал героев, да? Спальня с двумя кроватями. Кстати, я не помню, спрашивала ли вы про это или нет. Чья она может быть? Конечно, ваша. Нити говорят, что вы вдвоем спали там, когда не были заняты делами дня и ночи. Долг. Вы никогда не нарушали свой долг? Никогда? Не уверена. Возможно. Лишь однажды. Хорошо. Искательница секретов. Кто она такая? Вокса. Вот Молох, точно. Вот он. Живущий в одном из залов. Молох. Я его знаю. У него добрая душа, настолько, насколько доброта вообще совместима с понятием демон. Он добр хотя бы потому, что честен. Отдав ему что-нибудь, вы всегда получите достойную плату безо всяких подвохов. Ни одной неприятной нити. Нет, он не всегда был таким. Когда-то он был весьма коварен. Но во время Великой войны с Хаосом он якобы бессмертный был повержен на землю с мечом в горле. Вашим мечом. О, интересно. Вы видели ужас в его глазах, узрели непостижимость смерти и поражения и зажалились над ним. Он не забыл этого и в благодарность стал добрым. В какой-то мере. Прощенный демон. Чудесно. Так, давайте, значит, что обновим. Мне попала зимняя комната. Сын льда. Как же он был могуч. Настоящий великан, рожденный для войны. Как они враждовали с аспектом огня. Но вы примирили их, чтобы вместе с ними одолеть превозмочь тьму, окутавшую мир. Ясно. А земля? Так и есть. Этого можно было ждать. Когда-то вы были властителями всего. Весь мир лежал у ваших ног. Вы поверевали земле содрогнуться. И он опускал свои кулаки, заставляя ее дрожать так, что стены вражеских крепостей рассыпались прахом. Так, насчет зала. Нити говорят мне, что когда-то... О, как много тысячелетий скрывается в этом коротком слове. Когда-то вы шагали по этому залу, всеяющих доспеха, властвуя над всеми свидетелями своей мощи. Четко и ясно вижу ваши армии, побежденных вами демонов и драконов. То, что вы вознеслись. Ну, короче, мы были богами, мы это уже поняли. Но как так вышло, что вы стоите передо мной в смертном облике? Насколько вы... Насколько же вы изменились? Нужно нити, нужно больше. Микей, I need more power, да? Хорошо, так, искательница секретов. Ее история стоит тысячи других. Она знает небесное тело под названием Ревелон даже лучше, чем наш историк. Однажды, о, это ее любимое слово, она сыграла неоценимую роль в войне со старшими пустоты, угрожавшими творениями богов. Если кто-то прячется, она его найдет. Если кто-то строит планы, она их узнает. Ей известны все секреты своего мира, все до единого. Так, а странная женщина? Ну, ее прошло окутано тайной. Она больше, чем смертная, но меньше, чем богиня. Она вас знает. Она причинила вам зло. Возможно, вы причинили зло ей. Я уже, честно говоря, запуталась, кто это, кто есть кто. Я помню, женщину в зале героев, по-моему, тусуют. Но я не помню. Короче, я мало чего уже помню, скажем прямо. Возможно, вы причинили ей зло, наверное, на честь конца. Хотя мечтает стать честью бесконечности. Такое много вопросов. Это, по-моему, уже все 20 тысяч раз было, поэтому я ухожу. Хочу сходить в зал героев. Там вроде как можно были книжки, можно было книжки навыков купить. Хочу по возможности восстановить, ну как восстановить, взять навыки для Дизипты и сбросить все-таки ей очки, потому что у меня очень много лишнего. Короче говоря, не стала я пока что ничего сбрасывать и менять по той простой причине, что да, нужно купить заново все книги, которые у меня имеются у Дизипты, потому что у нее что-то как-то совсем все плохо с навыками, потому что я молодец, решила и в колдовство, и туда, и сюда. Да, я в итоге все равно не пользуюсь этим ничем, и не надо было, короче, строить из себя лучника-мага, но попытаться стоило. Все-таки в первом диване получилось, что бы и здесь бы не получилось. Здесь, в принципе, тоже работает, но беда в том, что я предпочитаю все-таки всегда в атаку, в атаку, в атаку. Поэтому к черту. Потом как-нибудь повезет, найду все книжечки, имеющихся у меня навыков, и тогда уже можно будет сбрасывать. А пока что в этом смысла нет. Играет прекрасная музыка, одна из моих любимых композиций в этой игре. Мы с вами идем... Что вот это, кстати, меню соединения? А, понятно. Просто раньше оно по-другому выглядело, потому что в Каупе мы были сыры. Идем делать дело, а если точнее испытание, проходить. И, в общем, вот эта дорога. Господи, такая музыка релаксационная, даже ничего говорить не хочется. Здесь были нехорошие мушчинки. Помнится мне. Но, по идее, сейчас мы можем пройти и так. Ну, должны мочь, потому что... У нас вроде как есть. То ли бумажка какая-то, то ли амулет какой-то. По-моему, амулет. Будем надеяться, что нам повезет. Иначе все это очень плохо закончится. Стоять с вами, богинь. Не смей ступать на поднепорочных. А почему... Ты меня не пускаешь? Че, продаешь, кстати? Ничего, хорошо. Те, что гниль уж съела, это дорога непорочных. По ней может пройти только с благословением логика. А, мне удалось пройти экзамен. Логик меня богословил. А, тебе удалось пройти проверку. Это значит, что у тебя впереди настоящее испытание. Поздравляю этому шутить, слава тебе, господи. Но бытночку в песках водятся злобные твари. Найди каменный череп, но дальше у него не ходи, если только не хочешь встретить врагов, которых не присоединятся к тебе даже в самых худших кошмарах. А, как ты думаешь, мне хватит сил пройти этой дорогой? Я очень рад, что твоя сила и мастерство скоро послужат нашему делу. Да, на мой взгляд, ты вполне справишься с этими испытаниями. Ладно. Будем надеяться, что так оно и будет. А уж как там будет на самом деле, это уже покажет время. Звездная пыль. Медузник. Давай, бери. Скорее всего, все сведется к тому, знаете, что... Ни фига себе, блин. Кроличный рай. Пауки, да? Блин, пауки. Я, честно говоря, уже не помню. Ой. Потому что, по-моему, мы когда вот кусок этой тропы из цирка проходили, там как раз были пауки. Шевелись без мозга, звери, уготуй, я спущусь тебе шкуру. Ралфи! А что он тут делает? А, это животное, может, так называется? Кадрас... Что? Против здоровья человеческая тварь. Ты так воняешь, что глаза слезятся. Кто или что ты? Свиношкуру, я бы не стал свалиться с Кадрасказом, господи. Если не хочешь отбиваться от легионов восьминогих друзей, которые готовы выполнить любой мой приказ. Ну, пауки, да? Что, продаешь? О-о-о! Смотри, сколько у него всего. Ой, давай, поторгуем. У меня всегда угорает. У меня всегда угорает. Угораю с этого, короче. Говоря, что у тебя есть-то, хоть? Подожди. Неудобно, конечно, что это выскакивает, сразу все перекрывается, не видишь вообще, что ты тыкаешь. Такое у меня было. Я это буквально недавно продала. Ну, это ничем не лучше, чем то, что у меня было. Хотя, стихи земли. Не, у меня все-таки получше будет с этими плюхами. Короче, иди в пень. Восьминогие, да? Если тебя не интересуют лучше гоблинские товары в ревелоне, то лучше иди отсюда. Твоя вонь просто невыносима. Значит, здесь есть пауки. Да, свиношкур, они здесь главные. Но только не в деревне гоблинов, конечно. Однако мы прекрасно знаем, как обращаться с королевыми пауков. Это очень полезное знание в этих местах. И ты скоро в этом узнаешь. Я полагаю, что мешок, содержащий 1300 полновесных золотых, может меня переубедить. Ой, не знаю, получится ли у меня. Честно говоря, попытаться я, конечно, могу. Но 1300 это, на самом деле, такая мелочь. У меня же нет 1300. Слушай, а если вот так? Давай вот так. Хоба. Теперь у меня есть 1300. Я не хочу сейчас, честно говоря. У меня уже столько денег, что у меня это уже 1300. Держи. О, что бы я сейчас не отдал на сильное дезинфитирующее средство. Ну, деньги у меня. Так что вот твои сведения. Королевы пауков не так уж отличаются от других монархов. То есть, красопус. Она обожает лезть. Так. Надо срочно поговорить. Дорогой подарок. Еще бы. Береги эту штуку. Может быть, она мне еще понадобится. Я ее заберу. В смысле? А, поняла. Это я денюжки дала. И он там тебе... Она, вернее. Вот, дезинфити. Дорогой подарок. Мы вот с драгоценным напарником только лучше. Надеюсь, ты не ждешь ничего в замен. У меня просто нет подходящего подарка. Все. До свидания. Прикольно. Хорошо. Лезть она, значит, любит. Да? Будем знать. Надеюсь, хоть на этот раз мне не придется ничего платить. Лучше заплатить, чем стать ужином. Ой, да ладно. 1300. Один доспех сделать из кожи. Вот тебе 1300. Так, ладненько. Вот меня напрягает, когда вот такие звуки, игра сама сохраняется. Ооо. Пыльная дуря. Что же случилось с густыми лесами лукулов? Это равнины опаснее, чем кажется на первый взгляд. Да ладно. Так, что тут есть? Пауки. Вот как-то, знаете, вот такие вот песчаные края, как-то не стыкуются, да, с пауками вообще никак. Так, предлагаю сперва сходить сюда. Какой-то... Это что такое? Так, и как бы мне так протиснуться туда? А вот так вот, в общем-то. А. Ну, давай посмотрим, что это такое. Так. Сила. Понятно. Ну, допустим. Джан? А-а-а. В кой-то... Ух ты, смотри. В кой-то веке. Я, кстати, вот еще на будущее купила. Очень уж мне понравилось. Я, правда, не обратила внимания, что это только 16 уровень. Я сразу что-то увидела, схватила. Ну, ладно. На будущее. У меня здесь еще внизу всякого барахла. А-а-а. Кровопускание. Надо бы, наверное, продать, потому что... Я, кстати, Жоре купила вот такую вот штучку. Ну, как? Да, купила. Лечение ран. 284 единиц здоровья. Восполняет. Потому что эти зелья жрать... Никаких зелень не хватит. Опять же, 157. Это так мало, на самом деле. Так что, да. Единственное, что... Живет она, конечно, 6 УД. Но на что не пойдешь, вроде, здоровьишка. Так. И вообще, на моей памяти... Ага. Вот это вот тут у меня все замечательно. У меня здесь полный порядок. Здесь у меня барахло всякое вот это вот травянистое. А здесь у меня бумажки квестовые. Пришлось Мадоре отдать рюкзак с фиговинками для крафта. Ну, с такими вот штуками. Не знаю. Вот это... Вот, кстати, да. Еще Огненное сердце одну купила. И бриллиант. Просто, чтобы крафт, когда попадется в какое-нибудь мега оружие, чтобы мне было что применить для улучшения этого самого крафта. Так, Мадора. Пусть шипами-то продать. Это фига-то тоже уйдет куда-нибудь потом. Ловкостный, пожалуйста, вернитесь. Спасибо. Итак. Не то. Уходим. Это сохранилось. Это мало ли. Не хочу уж, чтобы Джанчик лишался своей новой шкурки. В случае чего. Так, ну что, давай осматриваться. Сразу вспоминается Dungeon Siege, если честно. Ой, вон они. Вообще, надо два. Так, а можно сперва сверху? Как-то посмотреть, что как. Получится. Оно еще живое. Я думала, выстрелю в него и все. Так. Нет. Хорошо. Так. Я уже забыла, как играть-то в эту игру. А вот это почему нет? Я... А-а-а. Я подала, ладно. А, сохрани тогда. Так. Где они мои кнопки-то все? А что у вас так плохо-то? А-а-а. Вон оно в чем дело. Я думаю, что так плохо все. А тут... Видишь, какая фига-то. Да. Конечно, минус 4 очка стартовых. Это не очень. Проклятое песчанное буре. Не, ну тогда ждем, что. Я буду стрелять. На будущем хоть пригодится. Или когда бой закончится, оно все сбросится. По-моему, он сбрасывается, да? Так. Вечи не действуют. Мне плевать. Я хочу просто еще протестировать, сколько у меня урон вообще, в принципе. С этого лука, который я взяла. Сокрушительный удар. Бей. Ну или вот так вот, да? Меч планеты. Да, здравствует он. Так. Здесь подбирать нечего, да? Ну, печально. Что-то так непривычно одной в эту игру играть. Что-то у меня как-то одинокое. Все что-то не так, и все неправильно. О-о-о. Подожди, мне показалось, что это кровь, а это тень. Слава богу. Ну ладно, давай туда-то сходим. Не нравится мне это. Похоже здесь засада. Да, что-то как-то попахивает. Ладно, не пойдем туда пока. Что-то такое, что-то такое. Испытание, вход. А, все понятно. Так, паучары. Желец паучьего культа. Ой, блин. Еще и пауки, еще и жрецы сверху. Ой, ну ладно. Не густо, ладно, неважно. Это... Пускай будет Жанна, а то у него вообще помнится ничего нет. Справочненько сказали приключения. Один мальчишка, захотевший поиграть в рыцарь, стащил у мамы кастрюлю, смял ее стенки и надел на голову. Разумеется, в таком шлеме он ничего не видел. Было очень смешно. Впрочем, настоящий шлем, они сильно отличаются. Они тоже... Он тоже железный, мешает обзору. Это как раз-таки отсылка к кастрюле, которая у нас была. Которую я благополучно продала. Которую можно было на обушку надевать. Ничего. Пойдет. Ой, убить их, не убить их. Вот неинтересно. Не, неудобно. Че-то подожди. Ничего. Че побежали? Че они отбежали с той стороны, а? Что им мешало остаться вот там, где они были? Че за странное поведение такое? Так, че у меня тут вообще? Ничего, что я не помню. Так, ты ждешь. Ничего не знаю вообще. Ты тоже ждешь? Да, здравствуй. Рика. Рика. Красота. Они же вроде меня не атакуют, поэтому пускай будет так. Красотища-то какая! Хочу чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Хочу посмотреть, как оно работает. Ну ладно, допустим. Надо привыкать просто к Джану, к его магии. Вообще, я тут вроде как как бы перераспределила всякого под себя, но, знаете, на практике оно быстрее как-то. Ну, давай разобьем. Или нет. Бей. Еще раз бей. Да ладно, ну че ты? Ай, чтоб тебя, мужчина. Красотища. Так. Все, да? Тут еще. Тихо. Это че такое, господи? Жесть какая! Прочная желома пригодится. Бездна смотрит меня. Кошмар. Ой-ой-ой-ой, подожди, не иди. Паучья королева. А че она делает тут, господи? Почему она снаружи, а не внутри где-нибудь? Четырнадцатый уровень Ну, в принципе, окей Пойдем польстим всячески Здравствуйте Мадам Can I help you, говорит И все, да? Farewell А, простите, пожалуйста Она же любит лезть Мы что, говорить не будем? Вообще, честно говоря Блин, ну это чисто ради любопытства Можно было бы с ней как-то перетереть Знаете, это интересно Но она что-то сразу как-то напрыгнула Знаете, возможно Я просто не поняла ее речи Знаете что, давайте-ка загрузимся Все-таки Мы сейчас Сходим другим путем К жрецам Они-то наверняка умеют с пауками разговаривать Может они ничего отсоветуют Как знать Просто, если есть возможность с ней поговорить Я просто хочу послушать, что она мне скажет Убить-то я всегда ее успею, правильно? Пойдем перетрем с этими чувачками Иди ко мне Восьминога чудо И прими меня в свои шелковые объятия Грит А вот так вот, да? Ну ладно Ну нет, так нет Что поделать-то Так, что это такое? Медленное течение Мало лечения Господи, нифига Я не помню ничего Нифига не знаю Ждем Пока что рикошетим Ждем Спасибо за лечение Ты же моя хорошая Букашка Слабость Вот слабость это плохо Куда ты поползла? Можно меня? Спасибо Все, замечательно Ой, они так хорошо встали Только не бей меня Ух ты, нифига Ты и так умеешь? Камам, бреймлист Ой, ядом О, больше яда Богу яда Ай, неудачники Наверное Нью-с-примч Ха-ха-ха Обломись Это что такое? Клятва сквернения какая-то Моя чара переломает Тебе кости Бла-бла-бла Они там нагревают своего паука Я не знаю зачем Окей, ладно Смерч, пожалуйста А, ну не, нормально Я просто что-то привыкла К страшным цифрам В других играх Немножечко растерялась, да Так, у кого поменьше? Да, одинаково в принципе, да? А, ну не Ну почему? Окей, ладно Так, я задену всех Это плохо Есть в принципе удар молнии Он отрикошетить Теоретически же должен Положить до трех целей Которые стоят рядом Друг с другом Ну давай посмотрим Как оно работает Хотя бы Ну оглушение Черт боже с ним Ну ладно Ай, да Я телепортнулась Назад Я совсем забыла Что это так работает Ой, так Подожди Конечно Мне казалось Их тут трое Где еще один? Он умер что ли Там Я чуть не заметила Так, ладно Не важно Слабость Вече Я же могла Это как-то вроде Вылечить Нет? Нету У меня только вот это вот Я, конечно, могу Попробовать это сделать Ну давай Я так и думала Слишком много Жизик У него еще Ну ладно Так, где? Где баран мой? Мы очень как-то Так стоим Странно Ну ладно Ага Блин Оружие Оружие Не ломайся Не сейчас Не вовремя Тю-рю-рю 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 Боже, как я люблю Такую композицию Но не Надо отвалить И подорвать И они все Взорвутся Нахрен Допустим Отвалить И подорвать Слепота Невосприимчив Однако Че это такое? Что Охренели Что ж вообще? А че творите? Так Во-первых Спротивление ядам Ну можно Конечно Жахнуть Но я потрачу Драгоценные Овер Дофига Единиц Действия Если я попробую Отойти Меня жахнут Можно Попробовать Все-таки Убить их По-моему Убить их Реально Будет быстрее Слушай А дождик смывает Яд? Я вот не помню Вообще Вроде должен Лужи воды На земле Потому что Такому делать Персонажи Мокрыми Или нет Господи Я не помню Че слово Сейчас просто Боюсь облажаться Лучше ударить Наверное Да ладно По круговушечке Так А вот Жанчиком Надо бы отойти А не Меня тюкнут Сволочи Я конечно Могу Все взорвать Прямо сейчас Но мне кажется Это будет Плохая идея Ладно Хоть убить тебя А не Оно все равно Взорвалось Да Ну ладно Я просто думала Оно же вроде Не задевает Землю Как бы Как бы да Но нет Я уже забываю Законы этой игры Черт Ну ладно Что я могу Неудобно Конечно Я что-то топталась На месте Твоих пауков Никак не могла Зашатать Я в основном Ходы пропускала Блин Это сраная песчаная Буря Которая не дает Нормально ходить Ненавижу Так Хорошо Ладно Я могу Жахнуть Я хочу Жахнуть Дайте мне Жахнуть Спасибо В смысле А Тебе не особо В тебе Да Зашло Ладно Что я могу Сделать с тобой Ослабляющая Касань Ну это касанье Это гребаные Три метра Ты же дальше Стоишь конечно Еще цель Не видимо Заражение Цель не видимо Да почему не видимо То Все видимо Даже вот это Видимо Цель слишком далеко Чтоб тебе Пусто было Я не знаю Так Смогу ли я Сейчас опять Цель не видимо Я конечно могу Сделать шаг А может быть Даже два С другой стороны Стоит Может быть Если я буду Стоять здесь Эта фигота Меня будет закрывать Лишний раз И не только меня Но честно говоря Нет Не хочу Это было больно Не важно Глядишь Свезет Хотя Подожди Слишком много Походило Не обратило Внимания Что у меня Закончилось Все Вообще Что могло Что там у тебя Вечи болезни А проклятие Это как-то Не очень Это не то Увы Да ладно Что за хамство Тюкнуть Я не могу Вообще Никак Что Ой Дольбане Дольбане Это самое Как вызвать Господи Буря Слушай А почему так Как-то Странно У меня Все работает Ну давай Пущай Будет Да Вот я опасалась Вот этого Неудобная Битва Причем Враги Это как бы Не сложные Проблема в том Что у меня Очень мало Очков Хода Они же ОД И из-за этого Я сделать Ничего в принципе Не могу Толком Мне постоянно Приходится Пропускать Ходы Я иногда Даже за ход Не могу Одного удара Сделать Это Вообще Очень печально Скажем прямо Неудобная Локация Короче Что это До свидания Со своей слепоты Идите нахрен Мне кажется У меня сдохнут все И придется Скорее всего Благополучно Мне кстати В случае чего Сколько там Свитков Как раз Три Вот Прямо идеально Скажи мне Да Господи Будто проклята Непонятная Хрень Ну хоть До тебя Дойду Тюкну Хоть Минус один Хоть какой-то Я еще горю Она мне сейчас Взорвет Не дай бог Да Ну я кстати Еще жива Ненадолго Правда Короче Придется Скорее всего Делать Тактический Отход Назад А потом Хреначить Рикошетом Который Горяка Будет Восстанавливаться Так быстро Как мне Бы хотелось Мадора Еще Каким-то Чудом Жива Но это Вряд ли Надолго Так Что-то Надо Делать Что-то Надо Делать Слепляющая Стрела Интелектовская Стрела Дым Замедляющая Тактические Нет Нет Рано Не Видимо Да Плевать Стреляй Как Есть Слушай А что Если Я Все-таки Сделаю Это Черт Нет Это Плохая Идея Залп Вот Залп Хочу Все Это Свершилось Да Господи Перемещение Камер Надо Отключить А Они Решили Посохами Меня Добить Да и Сволочи Так Ладно Я Конечно Могу Ослабиться Но Мне Не Хватит На Залп А У меня Вообще Не на Что Блин Вы Издеваетесь Что Ли Ой Твари Так Тут Враги Есть Вроде Нет Цель Вне Зоны Видимость Тебе Серьезно Это Гребный Тактический Охот Отход Прыгай Куда Хочешь Это Нечестно С одной Стороны Газ Это Сраный С другой Стороны Дым Ты можешь Все это Представить Вообще Я Конечно Могу Попробовать Отойти Но Вряд Мне Что-то Даст Цель Невидима Цель Невидима И Эта Цель Невидима Чудесно Короче Твари Зажали Как Могли Так Ладно Мне нужно Потратить Только Два На Тебе С залпом Или тебе Или тебе Тип Черт Не Видим А Хотя Нет Ну Попала Кстати Попала Очень Даже Хорошо Ой Блин Вот Миллиметр Вот Ненавижу Когда они Остаются Живы У них Там Всего Миллиметр Один Потому что Это Долго Обычно Все Очень Да Да Господи Надо всем Прокачивать Эту способность Честно Слово Она Просто Выручает Неимоверно Да И Лечиться Честно Гра С этой Способностью Намного Удобнее Так Ну Стоим Че Идти Куда Смысл Ой Блин Какие вы Долгие Ребят Так А Так Так Не 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 Шевелись Чувак Да Ладно Да Как Так То Нет Не Нравится Причем Самое Интересное Смотри Что Например Если Я захочу А Хотя Нет Если Я захочу Я смогу 10 Видите Всего ОД Максимальных То есть В принципе Если Я захочу Я смогу Потратить Свиток Воскрешения И воскресить Во время Боя Мне просто Было Интересно Интересно Как В этой Локации Воскрешают Например Персонажей Если Здесь Все Так Плохо Ну Хоть Так Ой Блин Может Имело Смысл Сперва Все Пройти Испытание Где Ни Там Глубоко В Пещерах Знаете Чтобы Так Скорее Все Он Кстати Умрет Ну Ладно Левел Хе-хей Пройти Испытание Так Скорее Отмучиться Там В этих Пещерах Потому что Там Ветров Этих Страшных Нет Словить Там Максимальные Левелы Возможные И как Здесь Уже Шуровать Но Ладно Главное Сейчас Добить Этого Полудурка Воскресить Этих Трех Полудурков И все Будет Да ладно Что ты Делишь Ты Ну Ой Раздражаешь Ты Мне Чувак Очень Сильно Да Почему Как Стать То Надо Блин Я конечно Понимаю Что Там Шанс Попадания Был Не Очень Высокий Но Ёлки Палки Ну Почему Почему Спасибо Я еще С такими Темпами До рикошета Ой До залпа Опять Дойду Ну В принципе Почему Нет Им Я скорее Всего И грохну Кстати Два Товарища А может Быть И нет Давай Давай Быстрее Музык Или кто Ты Там Да Все Все Так Да Но Мне Не Хватает А А Против Слушай У меня нет Стойки Ну Слушай Дай Посмотрим Блин Это Всегда Так Парати Блин Дай Мизю Альп Ну Допустим А ты Сам Умрешь Уже Пожалуйста Очень Надоел Сиди Ай Да Ладно Я уже Думала Сейчас Этот Священный Звук Финала Боя Но Нет Спасибо Ого Господи Так Что у вас Тут Сором Ножопник С ножопниками Тут прям беда Скажу вам Прямо Так Прежде чем Все Начнется Плохое Давайте Починимся Немножко Надо моих Полудурков Еще воскресить Так 40 39 Починим Шапку Тоже Починить Так Эксперимент Дня Я же Должна Как-то Жж Так Воскрешать Пункт Назначения Первый Пошел Второй Пошел Что значит Неподходящая Цель А Это Жрец Простите Жора Прости Меня Ой Господи Да Здравствует Воскрешение Господи Все Здесь Свитков Нет Не Вообще Они есть Но Не у меня А у кого Вообще Знаешь Джан Я не имею Против тебя Ничего Но Ты понимаешь Черт Ну ладно Так А теперь Мы дружно Все очень Лечимся Давай Лечись Очень Много Лечимся Подожди Мы туда В смысле Ну Че Такое Короче Я что-то нажала Оно как-то сработало Как-то я не очень поняла Так Прежде чем Я куда-нибудь Ломанусь Пускай Они там Пока Немножечко Отходят Я сейчас Пойду Осмотрюсь Вперед Если там будут Пауки Я хоть Их заковыряю Не-не Ребят Нет Не те Не те Идете Не той Толпой Ну Тут Тут Что-нибудь Есть? Ничего Я просто Надеюсь Сейчас Армия Еще Паучков Каких-нибудь Не вылезет Ниоткуда Так Этот путь Меня куда Приведет К ящикам И К обрушившемуся На стул Ага Да Будут Будут А в следующей серии Наверное Все-таки Попробую Сперва Сходить В подземелье В эти Чертовы Слушай Я ничего не нажимала Как ты это делаешь Я успела только Выбрать способность Хотела навестись Уже нажать А оно как-то Само сработало Или что это Что это Что это Что это Что это В общем Нужно будет подумать Что и как Вам пока что Говорю большое Спасибо за внимание Очень хочется На самом деле Погореться Это королева Поэтому да Скорее всего Я все-таки пойду Ой Ё-моё Мне показалось Это глаз двигается Смотри Смотри Как сделали Прикольно Да Я думала Он шевелится А это Просто паутина Блин Пипец Перепугалась Что-то я Причем Паутина С очень Странной Непрозрачной Текстурой С этой стороны Конечно видно Что она прозрачная А если вот так Вот смотреть То как-то Все стайное Становится явным Однако Неужели нельзя было Сделать по культурному Ну ладно В любом случае Говорю вам еще раз Большое спасибо И до встречи В следующей серии Посмотрим Что готовит нам Эта локация Ничего хорошего Это точно Но Как знать Как знать В общем все Ребятки Всем удачи И до встречи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok